Сейчас очень большой выбор, богатый выбор и в магазине, что вот это вот сладости разной формы, ну и тут уже как, что на сердце ляжет. Украшение – это завершающий штрих в большой работе. Пасхальные куличи пекут в две смены. Поставить тесто на куличи – дело непростое, уверяет настоятель прихода отец Владимир. Закваска, которая живет у нас больше года, мы берем часть закваски и выкладываем в контейнер, где добавляем воду и муку, и сюда тоже воду и муку, и ставим обратно в холодильник. Ну, до следующего раза. Такая закваска должна стоять в опаре около четырех часов, поэтому выпекать куличи мастерицы начинают ближе к ночи. Тесту нужно время, чтобы не просто подойти, но и схватиться и немного отдохнуть. По-настоящему хороший кулич простоит свежим почти неделю, уверяет настоятель прихода. Важно правильно подобрать ингредиенты. Основа – это мука. Мы берем муку, которая выращена натуральным способом, то есть без химии. В этом году к приготовлению пасхальной выпечки в храме подошли основательно. Появилось специальное оборудование и возможность печь большие партии. Но в домашних условиях соблюдение всех правил не всегда возможно. Тогда можно обойтись самыми простыми рецептами. Кулич – это кекс. Любой кекс брать и сделать его просто похожий на пасхальный кулич – и все. То есть это зависит от формы. Начинка тоже на что хозяйка. Хочем изюм, хотим цукаты, хотим орехи разных видов туда положить. Сходим сверху еще что-то украсить. То есть любой. Православные верующие встретят Пасху уже в это воскресенье. И не столь важно, какими явствами будет заполнен стол. Главное, чтобы на душе было спокойно и радостно. Кристина Сипьева, Сергей Шамет, Интере-ТВ Кристина Сипьева, Интере-ТВ